Средина лета становится отправной точкой для большинства родителей в подготовке ребенка к школе или детскому саду. Вот только если школьные атрибуты можно купить на ярмарках в любое свободное время, то посетить поликлинику для получения справки для ребенка куда сложнее. А все потому, что родители пытаются прыгнуть в последний вагон и спешно провести осмотр своего малыша. Нагрузка, очевидно, есть. Как раз говорилось о том, что начинают родители все активно перед сентябрем обновлять справки, проходить медкомиссии не в месяц рождения, а уже преимущественно перед школой. Поэтому делается акцент на том, чтобы не было такого наплыва и очередей, необходимо проходить в месяц рождения. То есть, если ребенок родился в январе месяца, все, справка выписана, она действительно целый год, и родители спокойно себе идут в школу в сентябре. Ирина Сенчук предпочитает решать вопросы, связанные с прохождением профилактического осмотра, перешколы организованно и заранее. Вот и на этот раз на прием к врачу-педиатру пришла вместе с сыном. Артема, а именно так зовут маленького сорванца Ирины, не всегда легко уговорить сходить к врачу. Однако в любой ситуации мама найдет подход. С ребенком очень важно пройти вовремя медосмотр, чтобы вовремя выявить какие-то заболевания перед садом, перед школой. Чтобы, пойдя в детский сад, ребенок уже был полностью здоров и не мог только кого-то заразить. Он приходит сюда уговаривать, не всегда легко. Если хороший врач, он идет с удовольствием, но может посопротивляться и не всегда пойти к кому-то даже послушаться или посмотреться. Но нужно идти на уговоры с ним, что это все-таки важно и нужно. Если за медицинскую справку маленького Артема пока в ответе мама, то Василина Сельчук приходит к врачу-педиатру самостоятельно. Девочка хочет не только получить медицинскую справку, но и убедиться, что во время учебы ее ничего не потревожит. Я прихожу врачей в школу, чтобы узнать своем состоянии здоровья, убедиться в том, что я здорова, пройти медосмотр. И в принципе, чтобы меня подготовили в физкультуре, поставили на правильную парку, проверили зрение. Сегодня обязательными врачами, чей осмотр ребенка в школу обязателен, является невролог, хирург, окулист, гинеколог, стоматолог и логопед. Только после прохождения всех этих специалистов выдается медицинская справка. Именно детский хирург мы смотрим детей однократно до года при оформлении в школу в 6-7 лет, далее в 15 лет и в 17 лет. Во время осмотра обращаем внимание на наличие каких-либо хирургических заболеваний с целью дальнейшей их коррекции, если это необходимо. Также на наличие деформации позвоночника и стоп. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем такую тенденцию, что у детей уже младшего возраста, 6-7 лет, то есть первые, вторые классы, наблюдается изменение осанки. В некоторых случаях даже мы наблюдаем наличие сколиоза начальных степеней. Некоторые родители должны наконец-то понять, что пройденный заранее медицинский осмотр, во-первых, позволит опровергнуть или определить то или иное заболевание у детей, которое врачи вовремя смогут заметить и устранить, а во-вторых, сэкономит в разы время нахождения в лечебном учреждении.